Минут на сорок. Ваше внимание я буду похищать. Меня Сергей зовут Маслиховым, я положу вот этой вот структурой. Так, с чего бы нам начать? С плюшек, наверное, да? Раз уж я вас тут кого от ужина, кого от обеда отрываю. Я вам взял с собой немножко раздаточного материала. Ну как раздаточный материал? Блокнотики. Хотя бы один блокнотик будет у самых активных. Меньше на один блокнотик вам покупать для лекции и всё такое прочее. Так, крика вон. А он не слышит. Так себе, да? Вы слышите пожать, что я принёс? Ладно, это для самых, скажем так, активных. А ещё у меня есть вот такая штука. Здесь я, конечно, ожидаю более интересной реакции от вас. Путёвка. Куда? Куда? Хороший вопрос. Очень-очень правильный, да? На Колумбу бит нам и даром не надо, да? Да, путёвка. Настоящая путёвка свидетельствует о том, что вот сюда вписывается имя, фамилия. Ну, открытый лист, да? Знаете же, наверное, что открытый лист? Самый шикарный лист какой в мире вообще? Открытый, пустой лист. Ну, открытый, пустой лист какой? Можно уже чистый. А? Правильно. Я говорю, самый шикарный из открытых листов, которых можно самому заполнить, что? Чек. Чек? Какой? Американской денежной системы? Отличный вариант. А ещё? Отличное наследство. Вот экономизм, да? Нет, это немножко про другое. Ну, соответственно, сколько у меня? Ну, две, да? Две. Вот, но если будут ещё достойные, мы решим этот вопрос, я подпишу, естественно, да? Значит, обладателем вот этой путёвки удостаивается приглашение руководства нашей компании. Понятно, что нашей, да? Вряд ли я пригласил бы в какую-то другую компанию. Но прохождение чего? Практики, стажировки. Да, в производственной практике в 2024-2025 годах в одной из компаний, мы консалтинговая группа у нас, больше чем три компании, да? Ну, естественно, по согласованию с научным руководителем теме и программе. Целую, Сергей Мастехин, вот здесь. Не впечатлили. Впечатлили. Хорошо. Потому что я пока, честно говоря, даже не знаю, какой реакции от современных студентов ожидать. Я пример приведу, почему, да? Когда я заканчивал то, что вы первые ряды будете, дай бог, заканчивать в 1999 году, КФИ тогда ещё назывался, да? Вот. Соответственно, нас не баловали ни практикой, ни трудоустройством, тем более там ничем. И спустя какое-то время, не помню уже сколько, студентка пришла на собеседование. Я говорю, где проходила практика? Пытать нефть, я говорю. Да, да. В смысле? Вот я говорю, если бы мне кто-нибудь в 97-м, там, 98-м, 99-м году сказал, приглашаю на практику пытать нефть, я бы, ну, считал себя, наверное, очень-очень счастливым человеком. У нас самые... Как вы думаете, на каких предприятиях, кто распределился на практику, какие себя чувствовали самыми, ну, просто... Ну, воняет, запах, вредность. Какие ещё предприятия? Госслужба. А? Госслужба. А там что? Смотрел, да. В отраслении очень хорошо, в химическом. Химический труд хорошо развито, попасть туда на практику, на стажировку не всегда честь. Ну, имейте в виду, вот кто чувствовал, что прямо я, как это, как у вас говорится, судьбу поймал, жар птицу. Особенно для девчонок, наверное, критично. По выпуску денег нужно быть каких-то? По выпуску денег? Я вас расстрою, там, где машина для печатания денег, там не то, что купюр, там кроху металла не унесёшь, это подсудное дело во всех этих монетных дворах. Вот. Была такая в Казани фабрика «Заря». Кто знает такую фабрику? Ну, Светлана Сергеевна, понятно. А? Нет, тортики же. Не совсем, конечно. Самые вкусные в Казани, в Татарстане тортики были на фабрике «Заря», там, Татарстан, ещё какой. Вся республика приезжала за этими тортиками. Вот у нас птичок, когда поднимется на фабрику «Заря», она ещё стояла прямо под КФИ. Вот спускаешь из холма, это просто ураган была практика. И вот я говорю этой самой девочке, я говорю, что ты так не впечатлена-то, ну, как бы практика Татнефти, крутая же компания, как он парня говорит, развитая, там, всё такое престижно. Да, ну, придатком к сероксу работать. Я смотрю на неё, ну, у меня же первая мысль была, как только она сказала, ну и дура. Вот после того, как я рассказала, ну, вообще дура. Вот если бы я попал в Татнефть на практику, придатком к сероксу, во-первых, у меня были бы копии всех бумаг Татнефти, ну, вот просто. Во-вторых, наверное, я не пленился бы посмотреть, какое дело производства и дела ведут. Я, в принципе, не задавая, как вам сказать, ну, вот сейчас я вам поясню, почему так. Вот как вы думаете, да, например, кто больше всего может в компании узнать тайны? Ну, бухгалтер по определению своему, он облечён тайны, да, он обязан тайны. Секретарь генерального директора. Секретарь. А чей? Генеральный директор. Ну, наверное, генерального директора в какой-то степени, да, потому что он приносит, наверное, важные бумаги, да, серьёзные, стратегические какие-то. А, ну, это, а ещё кто? Ну, юристы бумаги. Кто мало задаёт вопросы? Кто? Кто мало задаёт вопросы? Кто мало задаёт вопросы, больше всех знает? Да. Ну, типа он уже такое у него знание, ему даже спрашивать нечего. Он настолько всё хорошо знает, да? Или тот, кто задаёт вопросы, мы сами... Кто хитрый, и он задаёт вопросов ищет. Но для этого он очень внимательный. Ну, да, наверное. Наверное. Люблю быть хитро, говорил Мюллер. Да, и Молчанов люблю. А если это, скажем так, не... Ну, смотрите, бухгалтер, секретарь, там, директор, юрист, да, это либо топ-менеджмент, либо служащие. А вот если не из этих категорий, то кто? Уборщики. Отлично. Как вас зовут? Эльцер. Отлично. С мышлением у вас это всё в порядке. Мы люди рассеянные все, по определению, наверное, да, и чем дальше возраст, тем более рассеянные. Мы оставляем на столах такие бумаги иногда, да? Можно и сюда, мы тогда будете помогать мне рассказывать. Не хотите. Вот. Уборщицы иногда много чего узнают из заставленного стола. Ну, и раз уж на эту тему мы заговорили, на тему информационной безопасности, хранения там материалов, один директор поделился тогда, для него ужас был и шок. Он говорит, я думал, у меня всё в компании хранится хорошо, а потом я выяснил, что информационная безопасность – это такая фикция. Я посмотрел в Инстаграм своей сотрудницы, и там вот это вот всё на фоне моего производственно-коммерческого плана с компаниями клиентов и всё такое прочее. Она не нашла места лучше, чем, ну, как бы, селфи делает, да? Так что сфить можно как бы взглянуть, да? Так, ну, ладно. Кому я буду вручать путёвки? Давайте я, наверное, буду вручать путёвки тем на самые оригинальные вопросы. Ну, на мой, естественно, взгляд. Да, то есть на обладателей самых интересных вопросов, наверное, да, которые меня как-то заставят так-то так. Поинтереснее, может, что-то вам рассказать. Я вообще, конечно, рассчитывал, что не лекцию вам сегодня буду читать. Буду, ну, хотелось бы, чтобы вы что-то спросили, да, в первую очередь. Давайте сперва о, наверное, кто как в ВУЗ пришёл. Кто пришёл в ВУЗ по дружбе за компанией? Обалдеть. Обалдеть. Ну, мы же с вами откровенно надеемся, да? Я не декан. Иван Сергеевна никому не скажет. Больше, больше никого нет. Ну, чтобы совсем уж вас это понять, что я вам не вру, когда нас спросили в девятом классе школы, кто куда пойдёт, я вообще не знал, какие ВУЗы есть в Казани, что я хочу, куда я с кем пойду. Ну, вот товарищ у меня, мой собутыльник, он был очень целеустремлённый чувак. Он сразу сказал, я хочу в КФИ. Я сказал, ну, я тоже, наверное, тогда. Ну, здорово, мы как бы лабили всё, да? Потому что он был заряжен уже тогда в девятом классе. Тогда, ну, наверное, вы, конечно, не знаете, тогда было время биржевое, все хотели стать брокерами. А, знаете, наверное, у вас у всех, наверное, приложение, есть Тинькофф Инвестиции, все дела, да? Я инвестор на бирже, ля-ля-ля. Вот, вот, вот. Вот он тоже собирался стать самым крутым трейдером на фондовой бирже, продавать, торговать акциями, да? Как его актёр-то голливудского, господи, обладатель Остера. Леонардика Полтсу. Полтсу, да? Вот, вот, вот он такой вот. Я когда Мишу Осипову своего кореша, да, присоиняю, я сразу вот этот Ди Каприо с Оллс 3. И стал, зараза, довольно крутым этим самым трейдером он стал. В ЛМТ, если вы знаете, такую компанию, инвестиционную компанию ЛМТ, долго поработал, публичная персона, там лицо компании, все дела. Капиталы какие-то заработал на этом. Вот, я по дружбе. А потом уже, ну, как бы выяснилось, что это, ну, как сказать, слепых щенков ведёт по нужному коридору, да, судьба. Вот, это, оказывается, моя судьба была в том, что вот так послушать, ну, нифига, мишка заряженный какой, я тоже, да, в кафе и пойду. Это уж потом. Я полюбил там бухгалтерский учёт, да, сландский, да, вот, и всё такое проще, преподаватели у нас были. Но полюбив бухгалтерский учёт, я уже на третьем курсе, и поработав главбухом в общественной организации, ну, там работы было немного, там, декларации какие-то наверху там таскать, если вы знаете, что это такое. Я понял, что бухгалтерия – это вообще, в принципе, не моё. Я понял, как это делается. Классная штука, шикарная, пусть, как бы, моё хобби, да, но работать – это, ну, скрупулёзная работа. Достаточно скрупулёзная, я человек достаточно ветреный, бухгалтерия, в принципе, не для меня. То есть у меня, скорее, такое вот предпринимательское мышление, кто знает, там, песню Макаревича, пробовать на прочность этот мир каждый день. Нет, да? Не популярно творчество Макаревича вообще? Иностранный агент. Чего? Иностранного? Иностранный агент. Ныне Андрей Макаревич признан иностранный агент. Если бы я был политологом или каким-нибудь заряженным там из России какой-нибудь, я бы сказал, нет, мы творчество как бы, мы считаем творчеством, а позицию считаем позицию, там, рынок. Вот. Не стоит там прогибаться под изменчивый мир или там, я уж просто, извините, цитату инноагенту, да, не сочтите это в контексте, да, я просто не песню. И пробовать на прочность, вот это предпринимательская часть такая вещь, да? То есть вот это вот часто повторяемое нашим президентом, надо, говорит, действовать так, чтобы потом другие ахнули и сказали, а что, так нужно было? Ну вот, как бы, да, вот так немножко поправлю. Вот. Ну что, про карьеру я ведь могу вам очень долго рассказывать. Она же мне как бы нравится. Я вообще считаю, что мне шикарно повезло в жизни, потому что я чему учился, примерно с тем же работаю, и выяснилось, что это к тому же еще и призвание мое, в принципе, по жизни. Я, а, ладно, сейчас я не буду рассказывать, я вас спрашиваю. Так, кто почитал вот это, то, что вам организаторы сбрасывали в телеграмму о нас? А чего чувак гонит? А, ну, может, не в телеграмме, а о компании? А, то есть вы вообще просто шли, не зная, с кем мы... Нет, нам показали вас зарегистрироваться, вот здесь все, и все, и все. Ловите, ловите. Руководитель карьерного клуба КФУ сейчас рассказывает. Не, 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 вероприятие мое, вот это ваше, это потом. Так, мы сейчас воспользуемся этой ситуацией. И мы не воспользуемся, кстати, потому что ребята, ребята очень часто собирают в парад. Да ладно, ладно, я говорю, проехали. Кто, 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 кто на сайт заходил? Ага. Кто понял, чем мы вообще занимаемся? Да, я думаю, что вы видите, наверное. Я, 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 в принципе, наверное, ну, владею темой, да? Ага. А рассказать на память без телефона можете? Ну, вообще, вы занимаетесь консалтингом. Ну, хотите. Не все слышат просто, я тут по одной причине. Ну, хорошо, ладно. Или что? Я, в принципе, я руководитель карьерного клуба КФУ и юридическое предприятие карьерного клуба. Ну, я заинтересовалась, потому что вы занимаетесь консалтингом, значит, обслуживанием определенного бизнеса. И это меня привлекло, то есть, ну, для юридистов всегда интересно то, как обслуживать другой бизнес, и мне это стало интереснее. За деньги. За деньги, причем, что за это деньги получается. Обслуживать интересно, но если еще и классно. И за это можно получить деньги, это классно. Плюс мне еще понравилось то, что у вас был достаточно классный проект и опыт, то есть вы сотрудничали как с малым бизнесом, ну, чего не все консалтинговые фирмы сегодня предоставляют. И у вас были и кейсы по информационной безопасности. То есть у вас широкий, достаточно проектный опыт. То есть это компания, которая застетит. Это вы все здесь прочитали? Да, у вас это есть все на сайте. Ну, кандидат, да? Вы согласны, нет? Конечно. На один из кандидатов, да? Согласна, нет? Если согласна, то... Нет, вы знаете, я объясню, почему я так подошла. Я всегда открываю сайт, но это мой лайфхак. Я работала у советского руководителя юридической компании, а сайт – это лицо. Как бы, когда заводишь панк, там видно то, что у вас были... Они подглядывают. У вас определенные были предпосылки создания. То есть вы хорошо занимались маркетингом. Ну, понятно, почему вы сказали очень много об опыте в обучении в финансовом университете. Ну, то есть у вас, кстати, видите на слайде, как вам удобно. Это тоже видео? Да, это тоже видео. На страничке, да? Это у вас на страничке в компании «Анасфромон». Вы прямо широко расписали историю. На второй уровень прошла. Это... Это... Как это называется? Класс-класс. Если прямо про квасс, можно я поделюсь своими инсайдами? Давайте, давайте. Инсайд первый. Когда вы ищите компанию, в которой вы хотите проходить практику, ну, и мой совет вам. Посмотрите, как у них описан раздел «Анас». Если там скучно, и как из 90-х годов, то лучше вообще как будто дальний идти. Вот так, кстати? Вот так не надо. Вот так не надо, но зато есть классно то, что вы видите примерные позиции, что вам будет интересно. Мне, как будущему юристу, было интересно то, что вы занимаетесь корпоративным правом. Ну, и дальше тут как бы вообще суть того, чем занимаются корпоративные юристы. Плюс, не все консалтинговые компании зачастую помещают в свои кейсы. То есть успешно реализованные кейсы, какие они в компании скрывают. Особенно те клиенты, с которыми мы продолжаем работать. Всех, которые поработали и давно не работали, пожалуйста, берите вот вперед, да? А действующих 10 раз подумаешь. Еще у вас было классно выражено в цифрах, то есть это реальная компания, которая... Какая цифра? Запомнила. Почему вы не говорили? Нет, сейчас я вам скажу. Я же выписала, как вы говорили. Я запомнила, что у вас 100 инвестиционных проектов. Точно первый курс? Нет. А ты? Ну-ну, как активные права, слова закатильничные. И то, что вы... Ну так как я социально активный человек, мне важно, что вы принимаете участие в активной жизни. У вас 200 мероприятий, которые вы организовываете. За какой период? Я не выделила. Если в год, это умереть не встать. За весь период мы участвовали даже. Усталили в приятии. Может, три суши. И у вас еще, чем интересно, ну, как бы мне показалось, у вас видно, что за бизнесом стоят люди определенные. То есть определенные позиции, и на них лежит определенный функционал. Плюс... Ну да, консалтинг – людской бизнес. На людях держится. Ни на зданиях, ни на машинах, ни на чем. И не украдешь его. Да, потому что он в голове. Ну, конечно. Плюс уникальные кейсы по информационным, безопасности, с учетом вызовов, которые сегодня стоят перед бизнесом. Если ты хочешь работать в консалтинге, то есть действительно в ту же компанию, ты должен понимать, какие есть риски. Вы, кстати, риски, ну, описываете, которые вы предупрещаете. Если, ну, условно, я как представитель какого... То есть не обязательно же к вам заходить как-то с целью, например, прохождения практики у вас. Не обязательно. Вообще не обязательно. Еще к вам можно зайти с целью, например, представителя какого-то компании, то есть которого ты хорошо знаешь. И ты с этой позиции заходишь и видишь, что экспертность этой фирмы, она подтверждена и теснями. И в том числе и тем, кто будет сопровождать вас в бизнесе. На этом все. А благодарственные письма не канулют? Ну, давайте я могу честно сказать. Никану. А до этого не честно было? Нет, до этого все было честно. Я имею в виду, с точки зрения современного маркетинга, как это влияет, блэк-письма, они классно заходят по колению моему Y и X. Потому что для них важно то, чтобы их порекомендовали. Ну, как бы, например, работают рейтинги Forbes, Legal Research, Право 300. Это крупные юридические рейтинги. Вы, кстати, там, например, юридисты могут искать там топ-работодателей, которым они хотят трудоустроиться. Оно классно играет на поколении Y и X, потому что они выросли в советскую систему, им нужно одобрение. А за этом чем нужно? А за этом нужно, ну, с моей точки зрения, и с точки зрения маркетинговой тенденции, за этом нужно, помимо заработной платы, высокой гарантированной, которую, как бы, вот тоже понятно, судя по вашему сайту, ну, сколько вы примерно можете предложить. Им еще... Нет, я не могу пока говорить. Давайте потом скажу. Потому что это мой приблизительный наш счет. За это на втором месяце становится скучно работать за зарплату. Им классно работать за идеи. А у вас классно отражены миссии компании, и что вы хотите добиться, когда вы работаете с тем или иным бизнесом? Вот, все. Я думаю. Более заряженного человека не сотрудника предприятия я пока не видел. Владимир, где у нас миссия-то? Блин, проехали? Не было. У вас есть цели компании, и вот через цели можно вывести пример миссии. Можно, можно. Так. Ну, и у вас задачи еще, кстати, четко сформулированы. Ты прекрасно понимаешь. Ну, зачастую, если мы, например, посмотрим на многие компании, которые позиционируют сегодня, они закидывают в чат GPT, типа, сгенерируй мне, пожалуйста, миссии компании, и она генерирует, ну, что-то водянистое. А у вас четко расписано, какая сфера бизнеса, зачем вы заинтересованы развитии. Иногда не водянистое. Ну, не у всех концертов. Там надо смотреть. С GPT-шкой, что мне понравилось работать, например, да, я очень часто использую, когда у самого фантазия кончается, сформулирование, да, очень хорошо помогает структурировать и формулировать. Если ты ему на вход забросил очень грамотную, как какие-то штуки говорят, промты, да, строку вот это. Но если запрос, ну, как бы, не скажу, что он на примитивные запросы плохо отвечает, с них и надо начинать, наверное. А вот потом уточнишь, и так далее, и так далее. Так. А можно в связи с этим вопрос? Скажите, пожалуйста. Ну, уже есть одна грамотка. Ну, нет, мне просто интересно, я просто хотела бы дискуссию направить в ту отрасль. Да, ну, вот я с точки зрения будущего юриста, нам очень часто говорят о том, что искусственный интеллект приходит на помощь, расскажите, пожалуйста, а как в вашей компании применяется там, например, искусственный интеллект в работе? Ну, тот же пресловутый чат GPT. А не понятно? Ну, нет, ну, в обычных там базовых кейсах, то есть где вы его применяете, где не применяете? Может быть, какие-то интересные вопросы? Ну, он помогает текст писать сложно. Не всегда есть вдохновение писать самим, иногда это сам очень хорошо это помогает, да? Так, а почему будущему юристу у нас? Спасибо. Спасибо.